Всем привет, с вами я, Тёма, или Артур, как хотите, так и зовите. Название канала меня оправдывает. Так, и давайте, пожалуй, начнём новую игру. Да, как вы помните, у нас был трейлер, что у нас будет Том Райдер. Вот ваш Том Райдер, вы хотели, и я сделал. Новое сохранение, сучка. На средней будем играть. Да! Да, я уже запускал Том Райдер. Один известный путешественник сказал, исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Но... приключения сами нашли меня. В самые тяжёлые минуты... Помогите! ...когда жизнь проносится перед глазами... Мы находим то... ...что нас поддерживает. Ребят, ну, я думаю, все видели этот ролик, уже все его знают. Потому что у нас он был на канале, я его поэтому и пропустил. Господи, мы выплыли, о боже. Насколько вы помните, она тогда упала с корабля прямо в ту пучину, где были обломки, и всё от корабля валялось. И, в общем-то, она чудом выжила. Это просто прекрасно, что она выжила. Хотя... Какого хера я несу здесь, а? Так, у них ранены, и, в общем-то, я думаю, вам хорошо слышно игру, потому что я настраивал её полчаса, сидел. И графику я подтянул на максимум. Так. И... О боже, джойстик завибрировал. Squire Enix. Представляет. Так, нас куда-то тащат, я не знаю, мы в каком-то подземелье, скорее всего. И здесь много черепов, костей. A production of... В общем, я не знаю этих компаний, ребят. Кто знает о них, хоть что-нибудь в комментах пишите, я почитаю. Потому что... Crystal Dynamics представляет. Да, я сегодня такой с акцентом, а-ля Леонардо Ди Каприо. И, в общем-то, давайте продолжим. Вот мы очнулись. Ларочка, ты очнулась, господи. Кстати, почему-то я все время ее Кларой звал, я не знаю почему. Хоть я и выговорит, ты Клара не могу. Что-то дура, что ли, больная. Да, кстати, я включил функцию, как бы, в настройках есть такая функция живые волосы. Я ее включил, и что-то как-то по ней не скажешь, что она, что у нее живые волосы. Прям... Прям не такие уж и живые. Они как будто бы тряпка просто болтаются. И все. Вау. Слоумо. Торчит. Хуй так, какая-то из земли. И вот обязательно тебе надо было упасть на эту хрень. Ну не вытаскивайте, дура, где здесь Х? Вот больная. Ну молодец, вытащила. А ты могла задеть артерию, ты понимаешь это, Ларочка? Ммм, какие размытые сисечки. У меня сейчас джойстик просто с ума сходит от вибрации. Он у меня в руках, как масло просто сейчас ездит туда-сюда. Как масло ездит туда-сюда. Что? Эммм. Честно говоря, я сейчас сказала какую-то хуету. Эммм, я немножко не понял, ну ладно. Так, ладно. Удерживайте, да-да-да-да-да-да. Сжечь все это, да. Я уже запускал этот момент, я уже в него играл. Я примерно знаю, что здесь надо сделать. Ну, чтобы проверить, будет ли он у меня идти или нет. Так, кто тебя услышит, дура? Ты такая прям тихая. Больная сука. Зачем тебе надо было искать приключения на свою жопу? Ты что, дура что ли? Не, вот здесь она реально сама, сама виновата, что попала на этот остров. Что искала какую-то бабку. Что там какая-то бабка должна была быть царицей. Вау. Бомбануло так, бомбануло. Бомба Лейла. Ладно, ладно народ, давайте продвигаться немножко дальше. И за нами какой-то хуесос увязался. Давай, беги-беги-беги-беги-беги. Ребят, вы, наверное, слышите мой джойстик сейчас. Там очень жесткий треск, наверное. На записи будет. Ой, да не вернусь я к тебе, дорогой. Ползи, больная. Фуршетка. Что? Фуршетка? Что это? Что я несу сейчас? Ребят, кто знает, что такое фуршетка, напишите мне. Я не знаю, что я смородил сейчас. Но отныне это твой диагноз, больная фуршетка. Скоро мы тебе карту заведем. Карта пациента. Так. Надо выбираться. Честно говоря, здесь просто жестко проседает фпс. В этой части, потому что... Я не знаю, почему, но здесь, по-моему, я так вижу, очень много воды и... Объектов, с которыми надо взаимодействовать. Не, честно говоря, это пиздец. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, я понял, что нам надо сделать. Короче, на джойстике бегать неудобно. Честно говоря, это пиздец. 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 Ну, ребят, в общем, давайте поставим ей диагноз такой, что она у нас больная фуршетка. И... Да, это будет новое название болезни. О, что-то сделали. Ну, честно говоря, я знаю, что здесь надо было делать. И сейчас бомбанет. И дальше я не ходил. Вот в этот раз, честно, дальше я не ходил. Нам дали опыта. Вот, сучка. Больная фуршетка. Ладно, побежали, дура, беги, чё ты? Ты шо вообще творишь? Ой, больная. Так, в общем-то, рыбата, рыбата, рыбата. Не бачим здесь никого. Да, кстати, здесь стоит автобег. Я не нажимаю никакую кнопку сейчас, чтобы она бежала. И, честно говоря, она сама сейчас бежит. Ну, да, я стик вперёд двигаю. И не нажимаю больше никаких кнопок. А эти откуда я знаю, какая будет кнопка? У меня реакция не такая. Блин, я ж ногу с него. Всё, я обиделся на тебя, сука. Больной пидорас, а. Вот идиот. Кусок дебила, блядь. Ладно, теперь мы знаем, какую кнопку жать. Всё. Придави его, пожалуйста. О, да, детка, да. Месиво, кишки, хардкор. И это только начало. По трейлеру игрушки я знаю, что будет дальше. Ну, как по трейлеру. Ему уже где-то полгода этому трейлеру. Да. И давайте, давай, 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 детка. У нас всё получится. Вау. Такое слоумо просто сейчас было. Блин, ну классная графика в этой игре. И прям такое завораживающее начало уже. Да ёб твою мать, ну я ж нажал. Вот сука. Блин, короче, мы здесь будем часто сливаться, ребят, я так понимаю. Не стоило ставить среднюю сложность. Всё, надо было ставить немножко другую сложность. Полегче. Самую лёгкую. Ну давай, дура. Дурында. Так, ты у нас сегодня... Лара, фуршетка, больная фуршетка. Ты у нас дурында. Как тебе только ещё синдром Дауна не приписали, а? Ладно, ребят, в общем, займёмся её биографией чуть позже. А сейчас нам надо убежать от этих... Убежать от камней. Адекватно, адекватно. Да. Так, ноу-коммент, please. Так, мы выбрались. Ты выбралась, Ларочка. Твои волосы нихрена не живые. Они, блин, у тебя сквозь голову проходят. И откуда на тебе столько крови, блин? А, ну да. В принципе, я понял, почему на ней столько крови. Думаю, вы поняли. Такой Эмбиен сейчас заиграл. Послушайте просто. Райдер, Том. Мазафака. Всё. Мы тащим. Мы просто тащим. Так, мы записываем уже 13 минут, насколько я знаю. И я не засёк время, опять же. Ребят, ну, в общем-то, это просто прекрасно. Просто прекрасная графика. Ну, вот её волосы, блин, они сквозь голову у неё проходят. Там шлюшка. Шлюшка, ушедшая вглубь острого. Хорошо, мы идём за ней. Шлюшка на берегу. Предбрежная шлюшка. Набережная шлюшка. Господи. Моя фантазия меня иногда удивляет. Набережная шлюшка. Набережная шлюшка. Паузи, сучка. Ты чё, дура? Эть. Зачем надевать такие скользкие ботинки? Да, мы... Мы это сделали, представляешь? О, боже. Вы просто посмотрите, какие плоские птицы. Я всегда знал, что птицы настолько тупые, но чтобы они были плоскими ещё. Это ещё-то странное. Почему она, когда под водопад попадает, она не моется? С неё не смываются эти хрени и фигни. Да вы шутите, советский самолёт? Да, ты это сделаешь, шлюшка. Нет, ты не справишься, ты умрёшь в первую же секунду. Если я буду за штурвалом. Ну, я же сказал, что мы умрём. Мы все умрём. О, боже. Давай, ну ползи же, больная ты, сука, блядь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо вот этого. Вот этого не... Ой. Ать. Не, ребят, ну вот честно, вот это вот сейчас было что-то жёсткое. Потому что после такого я, честно говоря, я бы не выжил. Если бы я полез на самолёт, ещё вдобавок надо было прыгать, карабкаться. Я бы в первую же секунду упал. ну думаю думаю многие бы так упали потому что ну честно говоря невозможно ухты ёб твою мать пидораска ну да они здесь прошли окей это фэйспаум просто ребят не ребят ну как бы если мы сюда сразу упали мы упали мы не умерли сейчас так ведь мы не умерли это так да ну in она тупая что ли первый раз мы упали мы умерли мы чуть подскользнулись на банановой кожуре тогда что ладно вот пошла заставка и я думаю сейчас уже будет конец первой главы руки помыла дура ребят мне вот просто одно интересно откуда взял сухую траву и палки и как обычно стандартно 1 пи одна спичка дается не хочу сказать одна печка пора заканчивать с майнкрафта так мы сейчас наверно пойдет ролик опять бла 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 и она опять кончить жопой знакомьтесь перед вами будущее светило мировой археологии лара крофт за работой сейчас она занимается поисками страны яма-тай который правило пимика императрица солнца она же моя прабабушка сэми это не смешно знаю дорогая просто хочу немного разрядить обстановку все уже на пределе что тебя так напрягает я близка к разгадке это точно но не знаю станут ли они меня слушать да и надо ли меня слушать лара ты прекрасно знаешь никто не разбирается в этом лучше тебя я сейчас абсолютно серьезно я верю тебе рот верит разве этого мало все хватит перерыв я хочу выпить окей окей и сами спасибо она не всегда такая зануда я не серьезно отношусь к экспедиции не говори так лара нас финансирует не только семья сэмми я рискнул всем состоянием но мы все чем-то рискнули нас не будут финансировать вечно и поэтому мы должны идти на восток а не на запад у нас нет данных нет данных что я мотает так далеко на востоке в книгах об этом ни слова но авторы этих книг не нашли я мотает я уже обсуждала это с ротом нет никакого смысла идти по чужим стопам доктор уитман я не готов поставить на карту свою репутацию напомню я здесь ведущий археолог давно были в экспедиции без софитов и камер у меня 30 лет опыта и две научные степени а ваше дело лодка мистер грим корабль доктор уитман корабль и это и без степени слушайте строго на востоке лежит треугольник дракона именно туда нам и надо лара птенчик мой я пойду за тобой хоть к черту но там плохая энергетика и страшные бури рядом с ним бермудский треугольник просто ерунда но я с вами легенды гласят что императрица пимика умела вызывать бури а в мифах обычно есть доли истины что если я мотай находился прямо в треугольник вот смотрите спутниковые фотографии треугольника дракона мне это не нравится да вода значит пройдем неужели вы это серьезно райис права у нас нет денег на безделье сейчас или никогда лара предлагает свежую идею план я здесь капитан и мне решать мы идем в треугольник дракона что я тут делаю и всем спасибо за просмотр с вами был тема и на этом заканчивается первая серия томрайдер и следующая серия выйдет после того как это видео наберет хотя бы один лайк всем спасибо за просмотр всем пока